При обсуждении текущих новостей и событий недавнего прошлого обязательно возникают вопросы. Почему Путина никто не остановил до того, как он стал настолько серьезной угрозой? Почему никто не остановит его сейчас? Сколько можно лить из пустого в порожнее на саммитах, когда в мире разворачивается настоящая катастрофа? На эти вопросы есть ответ, и он не очень обнадеживающий. Проблема в том, что невозможно поймать момент, когда зло уже стало злом, когда для борьбы с ним хороши все средства. Но, на, не существует. Всегда можно сделать хуже. Всегда можно прокопать еще ниже. Очень сложно сказать, ну вот, теперь все, теперь терять нечего. Всегда есть, что терять. А зло обязательно убедит вас. Потери от борьбы с ним выше, чем от компромиссов и договорников. Сегодня, когда все больше разговоров о возможности договориться с Путиным о перемирии, этот разговор приобретает практический смысл. Поговорим сегодня об этом и мы. Мы обычно не сравниваем Путина и Гитлера. Это слишком разные люди и режимы. Но сейчас, чисто для иллюстрации, для понимания, давайте подумаем. Почему Гитлера не остановили еще в 30-е годы? Почему страны-победительницы Первой мировой войны не поставили на место взорвавшегося ефрейтора, пока у них были армии, а у него не было ничего, кроме амбиций? Сегодня, больше чем через 80 лет после описываемых событий, мы знаем, к чему привели попытки Франции и Британии любой ценой предотвратить новую большую войну в Европе. Они привели к тому, что большая война не просто случилась, но стала самой страшной в истории человечества. Сегодня мы точно знаем, что Гитлера можно было остановить почти бескровно. Он не был готов к войне ни в момент прихода к власти, когда демонстративно выбросил в мусорку Версальский мир и приступил к милитаризации страны, ни в 1935-м, когда Германия присоединила Саарскую область, ни в 1938-м, когда был произведен аншлюз Австрии и последующий захват Чехословакии. Мы знаем, что в немецком генералитете существовал заговор. Если бы Британия и Франция ответили на аннексию судет войной, а не мюнхенскими соглашениями, то Гитлера не стало бы физически. Даже в 1939-м, когда война уже формально началась, Гитлер вторгся в Польшу, он не был готов повторить ужас всех немецких стратегов после Первой мировой войны – войну на два фронта. Если бы Британия и Франция не просто объявили войну, но реально в нее бы вступили, то кошмар для Европы не растянулся бы на шесть лет. Мы знаем, что Гитлер не сразу превратился в того Гитлера, которым будут пугать детей еще лет 200. Он был просто одним из увлеченных кровожадной идеей европейских диктаторов, которых тогда было в избытке. Один другого краше причем. Мы знаем, что он стал чудовищем, когда шаг за шагом, раз за разом нарушал правила, порожденные в крови Первой мировой войны. Нарушал и нарушал. И ему это сходило с рук. В результате за какие-то 10 лет очень бедная страна, обескровленная и разоренная поражением в предыдущей войне, страна, лишенная армии и тяжелой промышленности, превратилась в самую страшную угрозу на континенте. Мы знаем, чем все закончилось. Поэтому президент Франции де Ладье и британский премьер Чимберлен для нас выглядят самыми большими неудачниками в мировой истории. Ведь у них был реальный шанс свести Адольфа Гитлера к уровню тех европейских диктаторов, которых бегло перечисляют мелким шрифтом, а войну к спецоперации по его свержению. Но своим бесконечным соглашательством и нерешительностью они раздули фигуру заурядного тирана до абсолютного зла. Однако для живущих тогда людей все выглядело совершенно иначе. Есть страна, Германия. И в ней есть режим. Со своими людоедскими приколами, конечно. Но на фоне других подобных очень даже приличный. В отличие от многих, это, по крайней мере, настоящее государство, где работают законы и институты, где насилием занимаются специально уполномоченные люди, а не каждый, кто винтовку раздобыл. Режим этот последовательно борется с настоящей угрозой. С бациллой большевизма. Ведь с востока нависает сталинский СССР. Гигантская страна с неограниченным запасом населения, которая бредит идеи мировой революции. И в случае чего с радостью поддержит таковую своими танками. В Германию, опять же, можно вкладывать деньги. В то время подумал бы современник этих событий. Твой завод не национализирует государство и не отберет вооруженная банда. Чем успешнее работает немецкая промышленность, тем сильнее на нее завязаны европейские производственные цепочки. Да, развитие промышленности и явный ее уклон в военку нарушают условия Версальского мира. Но мир этот даже в момент заключения не имел других целей, кроме как разорить и унизить немцев. Так что всерьез к нему относиться через 15 лет – нонсенс. Германия считает несправедливым послевоенное устройство и нарезку границ. Гитлер открыто облизывается на земли соседей. Но кто эти границы считает справедливыми, сказал бы нам современник. Из дня сегодняшнего это, конечно, звучит странно. Но тогда империи разом рухнули и границы рисовали, не приходя в сознание. Везде и всюду насоздавали этнических анклавов, серых зон, территорий с непонятным статусом. Миллионам людей присвоили государственную принадлежность, забыв спросить, знают ли они хоть слово на языке новой родины. Никогда еще в истории Европы не было такого, чтобы на ее территории разом и настолько сильно поменялись границы государств. Даже победители, которые эти границы чертили, не были довольны результатом. Что же говорить о тех, кого делили и расчленяли, кому присваивали произвольный национальный маркет. Гитлер антисемит, скажете вы. Ну а кто не антисемит, ответил бы современник тех времен. Эта форма ксенофобии станет запретной лишь по окончании Второй мировой войны. А пока в обсуждаемую эпоху евреи традиционно считаются разносчиками того самого вируса большевизма. И все к ним относятся с опаской. А главное, действия гитлеровского режима выглядят логичными и обоснованными для тех времен. Нормально ли, что суверенное государство не контролирует часть своей территории и не может держать там войска? Ненормально. Очевидно, что десятилетиям раньше или позже любое немецкое правительство решило бы этот вопрос. Аншлюз Австрии. Так Австрия немецкое государство. Она совершенно не противилась тому, чтобы стать частью Германии. Гитлер просто новый бисмарк. Он объединяет немецкие земли, сказал бы нам тот человек. К чему об этом переживать землям не немецким? А в Судетах компактно проживает немецкое меньшинство? Ну почему-то эта область прирезана к искусственно созданной, как тогда бы нам сказали, Чехословакии. Вся политика Гитлера на момент начала Второй мировой выглядит как разбирательство между немцами и немцами о том, где будет стоять пограничный столб. И всем очевидно, что судетский немец выбирает сменить чешский паспорт на немецкий безо всякого принуждения. Если бы мы с вами на машине времени отправились бы в 1938 и сказали бы там «Алло, ребята! Ваши мюнхенские соглашения приведут к самой страшной войне в истории! Вы своими руками растите монстра, который утопит континент в крови!» Ну мы бы с вами выглядели бы как коллективная Валерия Новодворская в нулевых, предупреждавшая всех о Путине. Нас бы объявили демшизой, оторванными от реальности людьми, которые не понимают, как делается реальная политика. Сказали бы, что нам, дуракам, не хватило одной войны, и мы хотим теперь что, вторую? Люди, которые пытались сказать такое о Гитлере, выглядели в глазах общественности не лучшим образом. Например, старый дурак Черчилль. Ему лишь бы с пьяну кулаками помахать. Его карьере конец, а единственный шанс ее как-то поправить – послать британских солдат на континент и угробить их там непонятно зачем. Война с Германией немыслима. Германия – интегральная часть Европы. Такая, какая есть, и с ней нужно договариваться. Любой, кто хочет с ней воевать – безумец, который погубит и свою страну, и весь старый свет. Таково стандартное мнение того времени. К сожалению, так работает любой кризис. Люди понимают, что надвигается катастрофа только в момент, когда она уже началась. Экономисты годами писали. Граждане, не может такого быть, что лачуга в Оклахоме, которая пять лет назад стоила 30 тысяч долларов, сегодня стоит 300. Игра с ипотечными бондами, ожидая, что та же лачуга через 10 лет будет стоить миллион, это история нездоровая. Вы надуваете пузырь. Стоимость ваших активов настолько далека от реального спроса, что вы за это поплатитесь. Читали инвестбанкиры в 2000-е годы эти статьи? Конечно, читали. А потом открывали биржевой терминал и видели, насколько стали богаче, воображали свой годовой бонус. И до последнего дня, накануне катастрофы 2008-го, продолжали верить, что через 20 лет каждый бездомный придет за третьей ипотекой. Ведь иначе такой рост не поддержать. Любому государству приходится прилагать специальные усилия, чтобы люди ставили детекторы дыма, покупали огнетушители, строили дома в соответствии с правилами пожарной безопасности. Ни один предприниматель по своей воле не пожертвует коммерческой площадью в пользу широких проходов во имя гипотетического пожара. Но каждый безо всякого принуждения позвонит в службу спасения, когда пламя охватит его дом. Кризис начался, пора действовать. Люди легко принимают идеи, которые обещают, что все будет хорошо. В начале нулевых европейский политикум купил идею рациональных автократов. Мол, полвека назад были всякие неприятные ребята. Они ходили в военной форме, проводили расовую политику, мечтали расширить жизненное пространство, захватить Европу или построить коммунизм. Они держались на крови и несли только кровь. Но такие, как Путин, дескать, они-то на них не похожи. Они ходят в костюмах лучших европейских брендов, говорят об экономике, на словах поддерживают все ценности западного мира. Они проводят выборы, которые в общем и целом издалека даже похожи на выборы. Да, у них часто проскальзывает изоляционистская риторика. Они любят просуждать об угрозе извне. Но как доходят до дела, встают в один ряд с развитым миром и даже готовы предоставить свою территорию под переброску сил НАТО в Афганистан. Помните, через Ульяну всклетали. Они продают нам нефть, а доходы от нефти вкладывают в наши облигации. Они вообще очень про деньги и всегда останавливаются в полушаге от того, как им выставят счет за слова. Их элиты и семьи элит не ходят в кирзовых сапогах, а все как один обустраивают свою жизнь у нас, в Европе, учатся в наших университетах, покупают недвижимость в наших городах. Они нам чрезвычайно комфортны. Зачем новая Марокко с тем, кто завтра придет к власти в стране, которая поставляет нам 80% газа по цене сильно ниже рынка? Мало ли что у него будет на уме. А так есть один Путин. Мы его все про него знаем и по наследству передаем. Какая разница, что он своим гражданам там из телевизора задвигает? Что он нам сделает? Армию пришлет? Так мы этой армии зарплату платим. Может быть, ракетой с нашими чипами ударят по колледжу, где учатся дети половины его окружения? Ведь кто угодно мог прийти к власти в большой ядерной России. Какой-нибудь краснолицый советский генерал с идеями возвращения былого величия. Вообще запросто. А пришел скромный, до предела рациональный, сверх меры коррумпированный бюрократ, который прекрасно знает, где проходит красная линия по его собственному кошельку. Так мыслили? Все поступки Путина вполне ложились в эту схему. Да, он начал с зачистки телевизора, но посмотрите-то на остальное публичное поле. Оно свободнее европейского. Избавился от всех конкурентов, но в тюрьму политиков не зажал. Посадил одного олигарха по явно сфабрикованному делу. Но олигархия, очевидно, была бичом России. А в этом случае мы выразили глубокую озабоченность. Оппозиция не может претендовать на власть, но свободно высказывается за то. Прав собственности нет как класса и нет нормальных судов, но для западных компаний все хорошо. Путин не хочет иметь бледный вид перед Ангелой Меркель. Так что никакой товарищ майор или даже генерал не тронет сборочную линию Мерседеса. Путин страшно закомплексованный чиновник советского образца. Его мучает чувство неполноценности и провинциальности. Любой лидер западного мира для него начальство. Ничто на свете ему так не важно, как чтобы к нему приехали, чтобы на трибуне парада постояли, чтобы в организацию приняли. Съезди к нему на Питерский форум, предложи место в ВТО, дай Олимпиаду. Он и Ходорковского выпустит и Кемску волость отдаст. Эти мысли звучат знакомы не просто так. Ведь той же безумной иллюзией руководствовались те, кто делал из Путина президента. Они считали, что смогут его контролировать, отдав ему в руки весь объем власти. В 2014 году стало ясно, что Путин может вытворять штуки далеко за гранью рациональности. Но отношение к нему, по сути, не изменилось. Просто слова звучат иначе. Мол, что мы можем сделать? Другого Путина у нас нет. Придется иметь дело с этим. А если воевать с Россией за Крым, есть риск развязать Третью мировую. Будет она ядерной или нет, непонятно. Но несколько миллионов точно погибнут. Никакие наши действия, санкции, арест счетов, закрытие границ, отключение свифта к возврату Крыма не приведут. Значит, и совершать их бессмысленно. Давайте просто попытаемся законсервировать ситуацию. Ну, будет у Путина Крым. Будем работать, исходя из этого. Кризис перешел из стадии «это фигня, че ее лечить» в стадию «это пипец, мы такое не лечим». Нет смысла гадать, где мы проглядели. Мы уже проглядели. Наша задача теперь, чтобы все это не закончилось большой войной. Так предположительно рассуждали политики в западных демократиях. При всем уважении к нерушимости границ в Европе, бескровный захват Крыма точно не повод развязывать большую войну или обрушивать на Россию железный занавес. Ущерб все стороны понесут несравнимо большим. Так мысль. Ни в коем случае не сравнивая режимы Путина и Гитлера, мы должны признать, что генезис зла всегда очень похож. Всякий раз в моменте кажется, что бороться со злом в разы дороже, чем с ним смириться. К сожалению, заблаговременный ответ на кризис либо невозможен, либо сам по себе станет кризисом. Представьте, что в январе 19-го года некий большой политик прочел все грозные предупреждения, что пандемия опасного респираторного вируса неизбежна. И начал готовиться. Просто взял половину госбюджета, ну или даже не половину, я не знаю, 20%, и стал закупать маски, аппараты ИВЛ, строить больницы в чистом поле. Понятно, что спустя сутки его сместили бы с поста и отправили бы в психушку. И вряд ли вспомнили бы о своем пророке, даже когда пандемия ковида действительно обрела мировой масштаб. И с дня сегодняшнего мы понимаем, что единственным адекватным ответом Путина в 2014 году было бы создание новой украинской армии всеми западными силами. Уже в 2014 нужно было строить заводы, выпускать танки и самолеты, тренировать украинских солдат и офицеров. Ведь Путин нападает только на слабых. Если бы он знал, что на вооружении в Украине стоят, уже причем стоят, леопарды, хемарсы, F-16, натовские орудия и минометы, и все это исчисляется не единицами, а сотнями и тысячами, он бы просто не напал, не было бы войны. Помощь Украине, растянутая на 8 лет, была бы в разы дешевле и эффективнее, чем та экстренная поддержка, которую мы наблюдаем сейчас. Но как бы это выглядело? Политики ни с чего, безо всякой настоящей причины, вынимают миллиарды из карманов налогоплательщиков, чтобы что? Чтобы разжечь войну с Россией? Избиратели, в принципе, за редчайшими исключительными случаями ненавидят военные расходы. Военные расходы, направленные на помощь стране, которую избиратели и на карте не найдут, оправдать вообще невозможно. То же касается и снабжения Путина деньгами и технологиями все эти долгие 8 лет. Решение о том, что граждане Евросоюза будут платить за отопление вдвое больше, принятое в 22-м году, было невозможно принять в 19-м или 18-м, в 17-м. Не было предлога запрещать технологическим компаниям работать с Россией, пока жареный петух не клюнул. А каждый, кто вышел бы с таким предложением, выглядел бы максимально неадекватно, как разжигатель конфликта, а не миротворец. Или вот пример наш, из России, всем знакомый. В 14-м году едва был принят закон о блокировках в интернете, были запрещены 4 ресурса. ЖЖ Алексея Навального, Каспаров.ру, Грани.ру и ежедневный журнал. Блокировки обходились смехотворно легко. Даже VPN не был нужен. Надстройка браузера, подменявшая URL-страницы, решала все проблемы. Нажать одну кнопку или выйти с протестом? Выбор оказался очевиден. И протестов не было. Все нажали кнопку. Так кто же создал Путина и допустил это зло? Олигархи и политики 90-х? Граждане России? Демократический Запад? Нет. Путина создал сам Путин. У каждого, кто стоял на его пути, всегда имели совершенно рациональные причины отойти и не было реальной возможности дать отпор. Таков уж феномен любого зла, любого кризиса или катастрофы. Сегодня легко объяснить всем вокруг, как они виноваты в том, что не поливали дом водой, пока злоумышленник еще только нарезал фитили. И обвинения эти всякий раз будут настолько же логичны задним числом, насколько были бы глупы в моменте. Но тут нужно понимать и помнить главное. Настоящий виновник. Поджигатель. Попробуем поразмышлять о перспективе переговоров с Путиным относительно мира или заморозки текущей войны. Мы понимаем, что Путин не остановится. Война теперь органическая часть его режима. Не нужна ему армия, вернувшаяся домой. Не нужны социальные, криминальные и экономические последствия, поставленные на паузу войны. Но он точно не против передышки. Армия измотана до предела, у нее нет избытка ресурсов. Все, что производится, восстанавливается, покупается в Иране и КНДР, сразу идет на фронт, чтобы закрыть самые базовые потребности. Так можно тянуть время, но не получится пойти вперед. Армия в ее нынешнем виде может воевать, но не побеждать. Два-три года передышки это возможность увеличить численность личного состава в несколько раз, минуя экстренную мобилизацию. Это возможность произвести избыток оружия, техники, боеприпасов и снаряжения. Это возможность спустя время сформировать ударный кулак и обрушить на Украину град огня. Так что Путину это может быть и кстати. С другой стороны, заморозка конфликта это время не только для Путина. Это время, когда люди по обе стороны фронта, если и не перестанут гибнуть, то будут гибнуть в сильно меньших масштабах. И каждый, кто не умрет за эти два-три года, получит шанс увидеть конец Путина. Ведь режим Путина настолько же тверд, насколько хрупок. Мы это видели по бунту Пригожина. Даже не самое масштабное событие может его уничтожить. Неизвестно, что случится. Протесты внутри России, падение цен на нефть, кризис в Китае, недовольство в вечно мобилизованной армии. Два-три года это дофига времени. И совершенно не факт, что Путин за это время станет сильнее, что режим его продолжит существовать, а уж тем более будет готов начать новую войну. Парадокс состоит в том, что злу, без сомнения, нужна передышка только для собственного усиления. Но не факт, что она сможет себя усилить. Выходит патовая ситуация. И так плохо, и сяк тоже плохо. Что же делать? На этот вопрос ответить сложно. В краткосрочной перспективе переговоры о мире выглядят рациональными, но в долгосрочной самоубийственными. Но случится ли самоубийственный долгосрочный сценарий, это еще большой вопрос. Какое решение в этой ситуации примут украинские власти? Будем за этим наблюдать. До завтра. До завтра. Продолжение следует...